все начали добрый вечер дорогие зрители канала студенческого клуба полис и сегодня у нас будет дискуссия на тему мир после коронавируса между константин исаковичем сонином профессором чикагского университета сооснователя совместного бакуариата в шарс ученого экономиста и доктора физико-математических наук и вата админом блогером экономистом и выпускником в шее я бы хотел немножко сделать видение небольшое а именно озвучить современную обстановку в мире что что количество заболевших коронавируса провисла более двух миллионов человек количество уроженных в россии сейчас на данный момент 32 тысячи человек ввп россии по прогнозам упадет на пять целых пятьдесятых процентов глубину агентства различные экономические агентства предсказывают то что мировая экономика упадет на два целых четыре десятых процента и вот как вы видите современную экономическую обстановку в мире это уже вопрос как я вижу данную обстановку в мире но я думаю что в мире сейчас происходит экономический кризис который по масштабу сравним с экономическим кризисом 2008 2009 года и есть все основания полагать что будет еще хуже и соответственно это будет возможно по уровню безработицы по уровню спаду производства похоже на великую депрессию в странах в которых это не кончилось ничем плохим то есть на великую депрессию сша или в великобритании напомню во время великой депрессии 90 лет назад в сша уровень безработицы был больше двадцати процентов потребление упало почти на четверть и экономика восстановилась только через десять лет но с другой стороны это все было относительно хорошо если сравнивать с другими странами германии великая депрессия привела к коллапсу демократических институтов и захвату власти фашистами соответственно потом к второй мировой войне в россии параллельно с великой депрессии был тяжелейший голод в российской истории 8 миллионов русских и украинцев умерло во время этого голода это напрямую не связано с великой депрессии но это происходило происходило параллельно но вот глубина этого кризиса пока как идет это похоже скорее на 2008 2009 год когда с одной стороны потребление сильно снизилась российская экономика упала на 9 процентов 40 процентам домохозяйств пришлось снизить снизить потребление даже базовое потребление но при этом никто не умер от голода и без и беспризорники не появились у асфальтовых ям единственное что скажу что в каком смысле голодомор да вот голод он косвенно все-таки был связан с великой депрессии да но элементарно хотя потому что цены на зерно упали да и нужно было ли больше экспортировать этого зерна чтобы получить деньги на реализацию поэтому в каком-то смысле эти 8 миллионов они тоже жертва великой депрессии сегодня единственное что может не знаю радовать может не радовать да что конечно сегодня повторение великой депрессии не может быть потому что все понимают что такое дефляционная спираль все понимают какую опасность там несет дефляция все понимают что во время кризиса запрещать компаниям не повышать а даже понижать цены это не самая наверно хорошая идея то есть какие-то базовые идеи все-таки за 80 лет макроэкономисты за 90 лет они все-таки догадались да мы сейчас ну хотя бы как-то базово понимаем что такое цикл как он устроен почему нужно стимулировать спрос и так дальше я в этом отношении в общем готовы к этому кризису намного лучше чем скажем те же тридцатые годы я очень быстро хочу сказать немножко про другое про статистику да вот мы все видим эту статистику она очень быстро растет но на самом деле ориентироваться на нее в общем особого смысла нет да потому что количество зараженных она в основном показывает сколько тестов есть конкретной стране они сколько в этой стране я заражен на в одном немецком городе провели тестирование ну почти поголовное не городе а городке скорее даже провели тестирование почти поголовное не очень большая выборка всего 500 человек это буквально вот взяли всех жителей ну там небольшого района не оказалось что 15 процентов из них уже переболели и летальность до составила 0 37 процентов то есть один из какие один из 270 получается до 0 37 процента дает у нас получается один из 270 это много это намного больше чем скажем от гриппа того же самого и вообще от всех значит зимних 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 этих орвида но тем не менее да это не что-то что-то совсем жуткое другое дело что опять же гриппом не болеют все повально потому что кто-то привился у кого-то уже есть иммунитет ну и так дальше к видам ну как говорят по крайней мере могут переболеть все на свете есть еще две страны в которых очень массовое тестирование это исландии в которой 36 тысяч тестов на сколько там 360 тысяч населения у них выявилось что-то около по моему 1700 зараженных а 8 из них умерло 8 сейчас вот в интенсивной терапии но опять же учитывая то что тестировали не все население 36 тысяч тестов это не 36 тысяч протестированных потому что человек может протестироваться и потом заболеть несколько раз на кого тестировали и так дальше но в общем летальность от этого не какая-то совершенно жуткая и запредельная на это не черная смерть это не смертность там 50 60 процентов недавно писал как раз статейку про черную смерть и оказывается что самые последние оценки есть там один норвежский такой специалист истории который занимается всю жизнь посвятил эпидемиям в европе вот он считает что черной смерти значит смертность была в целом европе 60 процентов понятное дело что коронавирус это даже не напомню насколько порядка получается на два с лишним подметни на два на сколько ну да на два с лишним порядка в общем меньше смертность это не так страшно и не так опасно что касается конкретно того что у нас в россии будет я про весь мир не знаю я тут могу только сослаться вот на статью олега шибанова вот коллеги и не знаю бывшего коллеги бывшего студента бывшего студент константин надо вот он пишет что сам по себе карантин даст по два процента форбсе он пишет а слабая поддержка бизнеса даст три процента то есть поддержка бизнеса какая-то совершенно смешная то есть зачем бизнесу будет нужны эти деньги 18 мая в общем совершенно непонятно да то есть если мы сравним то в той же германии где буквально чуть ли не разбрасывают деньги с вертолета да вот то это выглядит конечно очень как-то ночью очень странно зачем устраивать это все до 18 мая если к 17 мая в общем тот бизнес который может умереть он уже умрет останется только тот который уже выживет и без всего этого то же самое касается и помощи работников да если компания сохраняется работника на своем рабочем месте то значит и выплачивается пособие по безработице за этого работника но это как-то тоже очень странно выглядит то есть просто государство перекладывает выплату пособие по безработице на плечи компании до освобождая себя от этой обязанности ну то есть в общем это какие-то совершенно смешные меры по сравнению я смотрел там бацвана например бацвана она выделяет на помощь экономики 10 процентов ввп у нас там вроде бы собираются два процента когда-то там в общем по итогам там в мае в июне может быть когда-то эти деньги до кого-то дойдут как обычно в конце года выяснится что там десятая часть из них такая осталась на казначейских счетах и так дальше то есть это все выглядит очень странно это выглядит точно так же странно какой-то чудовищной очереди с проверками метро и какая-то совершенно бесполезная бессмысленная бесполезная и бессмысленная система всей этой поддержки и все это выглядит очень печально и вот вот собственно все что могу сказать не знаю может быть я не прав но по крайней мере такое ощущение складывается я здесь я не знаю просто может у вас еще какие-то тезисы я ж не знаю мы здесь как типа как гости я не особо понимаю как все это устроено так илья вас еще какие-то там будут тезисы да да мы как раз хотели обсудить несколько сценариев и вот сначала мы бы хотели обсудить именно негативный что вакцина от коронавируса не изобретена вирус летальность которого выше чем гриппа остается человечеством и какие экономические социальные прочие последствия есть у такого сценария я бы хотел чтобы на этот вопрос а дальше и вы добавили вот админ ответил константин исакович ну смотрите во первых хороших экономист скажет что не знаю какие у этого будут социально-экономические последствия сложно сказать значит вот сейчас что мы увидим во многих странах что мы видим например в америке поскольку в россии кризис идет с некоторым запозданием то мы увидим это в россии позже что попробовать сейчас открывать производство в тех местах где был карантин но при этом соблюдая соблюдая разные параметры социального дистанцирования вот например вчера боинг крупнейший производитель самолет закрытые во время карантина фабрики но это будет работа будет устроена таким образом что люди будут находиться друг от друга на расстоянии двух метров не будет там общих собраний будут все время дезинфицироваться и там и там проходить какой-то постоянный контроль контроль температуры не исключено что вот это станет частью нашей жизни где не знаю вы мои слушатели вы молодые люди но я например очень хорошо помню не только как не было как не было вот таких как сейчас проверки безопасности в аэропортах когда вообще не было проверки безопасности в аэропортах да то есть сидишь в аэропорту потом просто садишься в самолет и не было никакой никакого момента когда тебя так подробно осматривали тем не менее сейчас это просто абсолютная часть жизни то есть само по себе в этом нет ничего невозможного что мы перейдем к такому режиму при котором мы все время будем гораздо больше беспокоиться о защите от инфекции несколько но я не знаю единственное что можно сказать что процесс глобализации да то есть у нас долгое время там темпы роста международной торговли они обгоняли темп роста влупо это в общем плюс-минус закончилась после 28 чем потом тоже возобновлялась но видимо теперь вот этот процесс глобализации он на какой-то какое-то время обратиться вспять в этом нет ничего особо нового те же 50-е годы 60 до мир был намного менее глобален чем скажем начале двадцатого века да ну и в общем при этом темпы роста у него были выше чем начале двадцатого века хотя вряд ли это было связано с тем что было меньше глобализации вот единственное что еще можно сказать ну в девятнадцатом веке когда случился промышленный переворот в индустриальной революции так дальше на европу обрушилась огромное количество эпидемий в это время как раз начале двадцатого века из индии приходит холера да и европа на протяжении всего девятнадцатого века живет постоянными эпидемиями холеры в общем именно в это время происходит переход вот аграрной цивилизации к цивилизации индустриальной есть такая книжка вообще не считал он там пишет что вообще говоря если посмотреть высоты ничего полета на человеческую историю оказывается что промышленная революция это единственное важное событие во всей этой человеческой она происходит уже в двадцатые годы девятнадцатого века на фоне вот этой холеры которая приходит из индии из которой вся эта европа живет долгие годы ну в общем как-то прожили да как-то в итоге уже к начала двадцатого века научились с этим бороться так что ну смертность будет высокой но сама по себе сама по себе до эпидемия сам по себе наличие эпидемии она никак сильно мир не меняла та же самая черная смерть да она как известно стала переходом к принципиально новому уровню развития европы да когда в результате за несколько десятилетий повысились зарплаты в два-три-четыре раза но в четыре раза это слишком в принципе полтора-два раза на в результате перешло совершенно иной уровень развития на иную траекторию развития да и есть например такая хорошая статейка вот я где-то запамятовал черная смерть и истоки великого расхождения сейчас мы могли статья вайклантера его кто который называется три всадника развития что есть такое да это это 2012 года по моему статья нет сейчас я поскажу вот это более ранее она такая больше дидактическая она скорее как обзор сейчас если я ее отыщу где-нибудь ну может быть да вот она у меня здесь где-то сохранена вот просто идея в том что да 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 нет черная смерть и the black death the origins of the great day сейчас скажу это у нас автор какой-то какой-то помог это скорее обзорная статья она мне понравилась именно как обзор потому что она правда старая на 2007 года но в ней именно вот много собрано такого статического материала красивые графики понятно вот и там как раз очень хорошо видно да что во всей европе резко увеличились зарплаты правда другое дело что тоже известны в зарплаты например там рассматриваются зарплаты каменщиков например запад они же реально работают каменщики работали именно не как крестьяне они работают за зарплату каменщики как раз на каменщиках легче всего это смотреть и есть на На этот счет тоже есть статейки, сейчас, может быть, даже найду, где-то у меня здесь они были. Вот, именно на каменщиках смотрят, и, например, парижские каменщики, они в 1500 году получали примерно вдвое больше, чем в 1300. Например, то же самое в Южной Англии. Как раз на каменщиках там легко, потому что церковные архивы, и потому что очень долго строился собор, и, в принципе, одна и та же работа, но она плюс-минус однородная, и можно ее смотреть на протяжении буквально веков. Ну, строится собор 200 лет, да, и примерно одна и та же работа проделывается, и, в общем, можно смотреть, да, там дальше смотрят корзинку, значит, этих самых товаров. И получается, да, что примерно вдвое выросли зарплаты, вот к началу 16 века. Чаще сейчас где-то она у меня здесь была. Да-да-да-да-да, значит, автор Джон Мунро из университета Торонто. Before and after the black death. Money, prices and wages in 14th century England. Вот, и как раз, да, оказывается, что резко поднялись зарплаты. И другое это дело в том, что уже к началу, там, скажем, 17 века во всех регионах Европы зарплаты вернулись, ну, примерно к уровню до этой самой черной смерти. А вот в Голландии и в Англии они сохранили все так же на том вот высоком уровне, да, значит, примерно вдвое выше, чем в остальной Европе, что, собственно, и сделало, да, выгодным использовать капитал вместо человеческого труда, ну, и, в общем, проложило в итоге путь промышленной революции. Ну, и точно так же можно вспомнить какую-нибудь Юстюнианову чуму, которая, в конце концов, окончательно подкосила Римскую империю, да, в VI веке. Не позволила Юстюниану восстановить могущество Рима. Ну, и так дальше. Есть, например, историк Макнил. Он считает, что вообще вот формирование современной цивилизации объясняется тем, что в XIV веке и в XV веке чума сильнее всего поразила степные народы. И там вымерло до девяти десятых всего населения. И в результате вот все эти степные народы настолько ослабли, что против них началось вот восстание во всех этих оседлых цивилизациях Евразии. Там Русь победила, Золотую Орду избавилась от этого, значит, ига. В Китае там произошло смещение династии, династию Юань. Как раз в 1351 году начинается восстание красных повязок и так дальше. Таким образом, да, действительно, вот эти пандемии, они приводят к очень большим изменениям. Хотя, с другой стороны, в современном мире, видимо, уже не до такой степени, потому что эпидемия испанки, ну, в общем, что она изменила? Какие-то серьезные изменения, связанные с эпидемией испанки, в общем, увидеть, наверное, не получится. Вот, так что в древнем мире действительно такие эпидемии, которые убивали там половину населения, они играли огромную роль, да, они там меняли вообще все состояние. Кстати говоря, арабское завоевание, значит, Персии и Византии, оно тоже ведь оказалось возможным именно после юридической чумы. Вот в современном мире, поскольку это будет очень высокая смертность, сама по себе эпидемия, она вряд ли что-то изменит. А вот карантин, да, возможно, он действительно как-то остановит глобализацию, как-то, может быть, даже отчасти развернет ее спять. Ну, впрочем, тоже я уже видел там статейки интересные, которые показывают, что, в общем, восстановление после отмены карантина будет очень быстрым, и ожидать новой Великой Депрессии не стоит, потому что не будет такой проблемы плохих долгов, которая, вот, собственно, является главной проблемой для любого большого кризиса. Но я здесь не решусь уже как-то говорить, это, может быть, Константин что-то может скажет. Вот, но идея заключается в том, что поскольку государство сейчас, по крайней мере, в развитых странах дает очень большие стимулсы, да, стимулирующие пакеты для бизнеса, то не возникнет проблемы вот этих, значит, с невыплачиваемых долгов, да, и не будет того, что происходит там в еврозоне, да, где после кризиса 2008 года образовалась эта гора плохих долгов, которыми не могли разобраться много-много лет. Поэтому восстановление будет быстрым, и, в общем, ничего страшного из-за этого кризиса не случится. Но, опять же, посмотрим, это пока все делами поводения, с чем подобным мир пока не сталкивался со времен Испанки, поэтому пока все это, все это, все это очень неопределенно и очень приблизительно. То есть вы придерживались такого более оптимистичного варианта, что после кризиса, а именно после, когда карантин будет упразднен, будет бурное восстановление экономики? Ну, там, по-моему, самая большая проблема будет, опять же, с государственными долгами, потому что они и так уже в развитых странах реально большие. Вот как долго по ним будут платить такие низкие проценты, это вопрос, ну, называется, эзотерический. Скорее всего, долго. Ну, а там-то в любом случае накопление долгов, да, оно ни к чему хорошему не ведет, и американская экономика, французская экономика, да, они, конечно, испытывают большую проблему. Ну, понятное дело, что сейчас они платят по этим долгам копейки и 80-е годы, когда процентные ставки были намного выше, Америка вполне себе справлялась с этими большими долгами, поэтому нет никаких оснований предполагать, что там у Америки будет что-то очень плохое. И есть знаменитая статья Райнхард и Рогов, да, которую они оценили, что при уровне госдолга выше 90% темпы экономического роста замедляются. Потом оказалось, что они сделали ошибочку в Excel, и на самом деле там нету такой, значит, это статистические значимые связи. Вот, поэтому пока что, наверное, на этот счет волноваться не стоит, но в принципе, да, то, что вот эти стимулирующие пакеты, они еще больше увеличат, там, буквально за один год, там, госдолг развитых стран мира, там, на 10, может быть, даже больше процента ВВП, при том, что ВВП само упадет, да, в отношении госдолга к ВВП будет очень сильно. И это большая проблема, по-моему, сейчас в этом можно рассматривать самую большую проблему, а то, что экономика, там, окажется в новой Великой Депрессии на 10 лет, ну, как-то мне не кажется, что это возможно, но, опять же, я здесь совершенно... Что на этот счет думает Константин Исаакович? Я на этот вопрос уже ответил. Это был длинный ответ после моего ответа. Хорошо. Так, раз мы обсудили уже ситуацию мировую, я бы хотел, чтобы мы перешли именно к ситуации на России, потому что сейчас после заключения сделки ОПЕК цену на нефть они очень сильно упали и вообще предсказывают мировые различные агентства, что ВВП России в этом году упадет на 5,50% в глубину, как я сказал в начале. И как вы считаете, как вообще повлияет падение цен на нефть на Россию в целом? И я бы хотел, чтобы на этот вопрос ответил Константин Исаакович. Ну, смотрите, во-первых, я думаю, что цены на нефть, которые очень сильно упали в этом году, они упали не из-за разрушения сделки ОПЕК, а из-за падения мирового спроса на нефть и ее продукты. И это падение связано в основном с тем, что многие страны объявили карантин, сначала Китай, потом сейчас США. Надо понимать, что то, что, например, американцы не ездят на работу, это обеспечивает огромное падение спроса на бензин и, соответственно, на нефть, потому что американские автолюбители потребляют нефть в год больше, чем вся китайская промышленность. Соответственно, пока карантин, спрос очень сильно упал. Это неважно, о чем там договаривалась Россия с ОПЕК при таком падении спроса, это вообще ни на что особенно не повлияло. Конечно, падение цен на нефть серьезно сказывается в российском бюджете, потому что он в значительной степени, почти на 50% прибыли. После это зависит от нефти и связанного с этим импорта. Но я думаю, что у российской экономики будет спад в этом году. Основной вклад туда будет внесен не ценами на нефть, а карантином и, соответственно, снижением того, что производится малым и средним бизнесом. Но и нефть тоже убавит ВВП. А что на этот счет думает Ватадмин? Смотрите, если говорить про самую сделку, проблема заключается в том, что совершенно непонятно, как успеют к 1 мая просто чисто технически сократить добычу. Дело в том, что саудовцам хорошо, у них скважины хоть и сложные геологически, они глубокие и так дальше, но их, грубо говоря, немного. В России скважин много, во-первых. Во-вторых, многие из них просто очень... Например, скважины, которые находятся на Ямале и так дальше, их просто сложно останавливать, потому что они могут, грубо говоря, просто замерзнуть. И потом их заново вводить в эксплуатацию очень сложно, очень дорого. И главное, никто этим не занимался. То есть Россия никогда не готовилась к нефтяным войнам, предлагала сделать там большую систему стратегических хранилищ нефти в Поволжье, уже в выработанных месторождениях, закачивать туда не в случае чего. Предлагала сделать в 2014 году, в условиях, когда впервые упала резко цена на нефть, это в итоге не было сделано, решили, что, мол, не надо этим заниматься. В общем, в итоге сегодня проблема... Почему такие низкие цены? Во многом потому, что почти все хранилища в мире, они уже близки к заполнению, по крайней мере, были не так давно. Вот. И то же самое касается, да, значит, все остальные инфраструктуры, там, нефтепроводы, сами скважины и все прочее, да, оно просто не приспособлено к тому, чтобы быстро остановиться и потом быстро запуститься. В России не больше двух метров скважины и, вот что называется, кондиционируют. Да, когда нефть идет на поверхность в результате давления в пласте, что называется. Вот. И то же самое касается и, в общем, все остальные инфраструктуры. В Саудовской Аравии это сделать намного проще, намного быстрее можно, и поэтому они к такой нефтяной войне подготовлены, конечно, ну, у них есть хранилища, у них есть там большой танкерный флот и так дальше, они к этой войне готовы намного лучше. То, что саудовский бюджет, он сходится, ну, по крайней мере, как дают оценки, понятное дело, что все это только оценки, там при уровне цен за баррель, там, 60-70 долларов, да, а бюджет российский сходится, опять же, да, как дают оценки, там, при уровне 40-45 долларов. Это, конечно, все замечательно и даже хорошо то, что у нас там огромные златовалютные резервы, но, опять же, проблема в том, что у нас чисто технически наша промышленность к этому не приспособлена. Сейчас заключена эта сделка, но проблема-то заключается в том, что саудиты не уменьшили скидку на нефть, которая пойдет в Европу, да, вот, на арабскую легкую нефть. Они, как известно, совсем недавно предлагали ее буквально всем в Европе, включая, там, белорусов и финнов, вот, которые, там, получают российскую нефть, понятное дело, всегда и исключительно. И в этих условиях понятно, что, там, резервов, там, если посчитать вообще все резервы, которые есть, если не только рассматривать, там, фонд национального государства, ну, и, значит, золотовалютные резервы, если посчитать еще, там, огромные деньги, которые лежат где-нибудь в Роснефтегазе, куда приходят дивиденды от Газпрома и Роснефти, если посчитать, там, ну, значит, например, те же самые кэшевые резервы, которые есть у Сургутнефтегаза, которые, ну, пички государственной компании, хотя формально нет, и просто сидит на огромных мешках с деньгами, ну, и так дальше. То есть, если просуммировать все эти кубышки, там, конечно, получаются какие-то огромные-огромные деньги, да, получаются сотни-сотни миллиардов долларов, вот, главная проблема, она как раз заключается в том, что не способна нефть, не способна, значит, нефтяная промышленность просто приспосабливаться к этим изменениям, вот, и в том, что, значит, для России, ну, на, значит, на таком слишком уж большом периоде, да, все равно, значит, отсутствие нефти, там, хотя бы по 45 долларов, оно может оказаться более критичным, чем для Саудовской Аравии, ну, по целому ряду причин, сейчас не буду, я уже долго говорил, вот, так что, опять же, здесь проблема, как и со всем остальным, никогда к этому не готовились, к таким ценовым войнам, ну, вот сейчас и получают, сейчас и получают то, что должны были получить. Ну, мне это все кажется, мне все это кажется совершенно неадекватным анализом, конечно, падение цен не связано с ценовой войной, и ни модели такой не напишешь, ни в реальности этого не происходит, то есть, можно, как бы, очень сильно называть много цифр, но это не имеет отношения, цены на нефть упали из-за падения спроса, и даже если бы не было никакой ценовой войны, они были бы, может быть, на 3% выше, что просто совершенно ничтожно. Ну, 3% не знаю, в принципе, на рынке нефти, там даже очень небольшие изменения в предложении нефти, они очень сильно влияют на цены. Нет, не влияют. Ну, в 73-м году, когда... Да, в 73-м году повлияли, и в 85-м году еще влияли, а уже в 90-е перестали влиять. Ну, хорошо, я здесь говорю... Это было 30 лет назад, когда они перестали влиять, это вот, как бы, такая российская мифология вокруг ОПЕКа, что это, как бы, такая площадка, на которой какие-то договоренности, но этого уже давно нет. Хорошо, окей, даже если это так, в любом случае, тот же самый Юрлс еще в прошлом году, он иногда торговался в том же Лондоне даже с премией по отношению к Бренту. Сейчас он торгуется со скидкой к Бренту, там, ну, в районе 6, ну, сейчас, может быть, уже меньше, но вот недавно еще торговался со скидкой в районе 6 долларов. Учитывая то, что цена на Брент там опускалась ниже 30 долларов, понятное дело, что это может быть только результатом, значит, ценовой войны. То, что, в принципе, в мире цены на нефть упали, ну, понятное дело, что они упали бы в любом случае, там, как на это повлияло объявление о выходе из ОПЕК, ну, по крайней мере, да, после объявления выхода, значит, Саудовской Аравии из ОПЕК+, цены упали очень быстро. И, в общем, сложно как-то это связать с тем, что просто объявили карантин в какой-то очередной стране. Да, то есть они были там... Не объявили карантин, а осознали, какой будет карантин. Если вы посмотрите на фондовый рынок, на американский, да на любой, то видно, что, как в феврале, никакого понимания того, что происходит, нет. И потом оно вдруг появляется, фондовый рынок падает за две недели на 30%, и вместе с ним падает цена на нефть. Это просто понимание того, что сейчас будет введено, и какого рода влияние это окажет у нас просто, это привело к снижению цен. Я не знаю, коллеги, вам интересно тут наш батл по поводу цен на нефть? Нет, потому что я, единственное, не спорю с тем, что в любом случае, даже если бы там все эти соглашения ОПЕК+, выполнялись там в самой жесткой форме, естественно, цена на нефть бы, она очень резко упала. Это понятно. Но конкретно то, что Юрлс там торгуется по отношению к Бренту с очень большой скидкой, которой не было, в принципе, никогда в истории, это ничем кроме ценовой войны объяснить невозможно. Вот этот конкретный факт, да, то, что вот русская нефть, она торгуется в Европе, да, значит, с большой скидкой по отношению, это невозможно объяснить ничем, кроме того, что саудиты там предлагают скидку в районе 8 долларов за свою нефть на европейском рынке. И вторая проблема-то заключается даже не в конкретно ценовой войне. Нет, опять же, я совершенно не спорю с тем, что в любом случае, естественно, цены на нефть, они бы очень резко упали, это самоочевидно. Здесь опять же проблема в том, что Россия не была готова к таким скачкам, да, цен на нефть, она не создавала никакие мощности, в которые можно было бы, например, закачивать нефть добытую, да, а не поставлять ее непосредственно потребителю, да, то есть, как-то уменьшать предложение. Вот, то есть, здесь-то как раз в том идее, что ту нефть, которую сейчас добывают, да, ее выбрасывают на рынок, в результате цены еще дальше снижаются, ну, как бы, довольно все очевидно. При том, что, опять же, на конкретно европейском рынке Юрлс и так торгуется с большой скидкой. Если бы была создана заранее в 2014 году вот эта система, которая предлагалась тогда, тех же самых стратегических нефтяных хранилищ и так дальше, то, ну, в каком смысле, наверное, отрасль бы пережила это намного более спокойно, как переживает, в принципе, сейчас саудовская нефтянка, да, которая просто, значит, добытую нефть, они откачивали в всевозможные хранилища, в те же танкеры, ну, и так дальше, у них большая эта система. Вот, а с тем, что, естественно, цены на нефть бы сильно упали, с этим спорить невозможно, в какой степени на это ОПЕК повлияло, ну, это уже, что называется, отдельный вопрос. Ну, как мне кажется, по крайней мере. Ну, то есть, коронавирус точно никак не повлиял на то, что цены на нефть упали? Нет, наоборот. Потому что цены на нефть упали из-за карантина. Да, вы как раз говорили про то, что совокупный спрос упал, то есть вы считаете, что как раз коронавирус повлиял на то, что цены на нефть упали? То есть это не результаты дейпинга и новой войны? В борьбе с коронавирусом страны ввели карантин. Сначала Китай, потом Европейский Союз в отдельных странах и США. Это снизило очень сильно спрос, потому что производство остановилось, и люди перестали ездить на машинах. А после отмены карантина нельзя ожидать, что цены на нефть повысятся? Конечно, когда американцы начнут ездить на работу, то цены повысятся. В этом как раз особенных сомнений нет, что когда повысится спрос, когда начнется хотя бы какое-то начало возвращения к нормальной деятельности, то цены поднимутся с нынешних низких уровней. Я не знаю, что начнет, могут ли они подняться выше уровня 45 или 50, я не знаю. Но то, что они вернутся к уровням 30-40 стабильно, это нет сомнений. При уровне 40 и больше там начинают работать те же самые американские сланцевики, поэтому вероятность того, что нефть будет сильно дороже 40 долларов, она, конечно, есть, естественно, предсказывать там цены на нефть, это гадать на кофейной гуще. Но, в общем, по крайней мере, там будет ограничитель в виде американских сланцевиков, которые будут ограничивать дальнейшее поднятие цен, они просто запустят свои буровые станки, и нефть потечет на рынок. То есть это такая древняя идея о том, что можно обанкротить сланцевиков в какой-то момент, и они после этого каким-то чудесным образом сразу перестанут работать на рынке, даже если цена на нефть будет 200 долларов, 300 долларов. То есть это какой-то такой миф, который у кого-то в голове есть, и его очень часто можно услышать, не знаю, в общем, имел ли этот миф в голове Сечен, когда требовал выйти из соглашения, но, по крайней мере, он, конечно, не имеет никакого отношения к реальности, даже если американские сланцевики обанкротятся, их оборудование, оно никуда не денется, просто его выкупят другие компании, не начнут на нем работать, когда цена на нефть станет больше 40-45, может, 50-60 долларов и так дальше. Ну, тоже такое довольно-таки. Да, да, конечно. Здесь просто, я тебе скажу очень быстро реплику, это просто, может быть, какая-то аберрация сознания у людей с 90-х годов, для которых банкротство ассоциировалось с крахом всего на свете. То есть если какой-то завод обанкротился, значит, там через неделю сдащат свое оборудование, какое только есть, но это так не работает. Просто если компания обанкротится, она продает свое оборудование тем, кто готов это оборудование выкупить, и они точно так же будут работать, как только... Собственно, в Америке это будет даже еще проще, когда компания обанкротится, очень часто просто судья передаст собственность, не меняя менеджмента, ничего, он просто передаст собственность кредиторам. То есть люди, работающие в компании, они даже и не узнают. Вот, например, все крупные авиакомпании проходили через банкротство за последние 20 лет, но пассажиры летали United'ом и Continental'ом и American Airlines, и не зная, что они проходят в это время через банкротство. Или Swiss проходил через такое банкротство. Я недавно рассказывал знакомому, что General Motors – это не та же самая компания General Motors, которая существовала вот в те времена. Для него это было большим открытием, что оказывается... Во многих странах банкротство, оно очень эффективно, то есть владелец компании теряет права на нее, а те, кому компания должна, из-за чего она обанкротилась, они права приобретают, но если единственной проблемой этой компании был долг, а не операционная прибыль, то компания просто продолжает работать. Кстати, есть куча исследований, которые показывают, что чем легче пройти процедуру банкротства, тем легче привлечь кредит, заемные деньги. Ну, это самоочевидно, но на данных это показывается элементарно, всегда, и страновые исследования показывают, что это, в общем, один из самых важных факторов, который влияет на то, насколько просто привлечь новой начинающей компании деньги. Почему, собственно, стартапы, они находятся в Соединенных Штатах, в Великобритании, а не, скажем, в Германии. Потому что в Германии, да, пройти через процедуру банкротства, в общем, намного, ну, значит, вернуть обратно свои деньги от обанкротившихся компаний, это, в общем, более сложная, более муторная, более биокартическая процедура, чем в Англии и в Соединенных Штатах. Ну, удивительно, что кредиторы предпочитают давать деньги стартапам именно вот в странах англо-саксонского капитализма, ну, можно как угодно их называть. Да. Ну, я, конечно, вы, конечно, люди образованные, то есть я спорить не буду, что иногда нужно отличиться от темы, просто я хотел бы подвести то, что после упразднения норм по обеспечению карантина будут ли как-то какие-либо изменения именно в российской экономике, потому что все-таки сейчас упали цены на нефть и бюджет и политика, она немного изменяется. А когда, если все-таки совокупный спрос после упразднения мер по обеспечению карантина повысится, то будет ли как-то изменяться сама политика РФ? Ну, надо надеяться, что в лучшем случае это будет просто, что всем стало хуже на некоторое время, и потом все быстро восстановится, и можно будет вернуться к тем проблемам, которые были перед этим, типа там проблемы роста. То есть правильная метафора примерно такая. Представьте, что вы сломали ногу и лежите дома. Изменится ли мир после того, как вы выйдете, когда у вас нога зарастет? Ну, изменится, только в первое время нельзя будет играть в футбол. То есть сильно мир не изменится, но первое время нельзя будет играть в футбол, там кататься на горных лыжах, и нужно будет восстанавливаться. То есть я вот не вижу, откуда могут взяться фундаментальные изменения, но надо понимать, что это большая потеря для экономики и для потребления граждан, и восстановление займет, там, возможно, год-два, может, даже больше. Ну, я ничего сказать не могу, но то есть это в принципе сейчас там попытаться оценить, что будет после кризиса. Опять же, ну, поскольку мир никогда с таким кризисом не сталкивался, то сейчас можно, конечно, только там самые какие-то общие оценки давать. Ну, скорее всего, конечно, понятно, что в следующем году, а год-два это может быть даже оптимистично, но другое дело, что такого масштаба, конечно, как великая депрессия, но мне кажется, как-то не стоит его ожидать, что 10 лет экономика будет находиться в состоянии такого германентного кризиса, который закончится мировой войной, но мне кажется, это все-таки... Людям моего возраста это не так сложно. Это не так сложно, потому что мы жили через кризис, который начался в конце 80-х и продолжался почти до конца 90-х, который был примерно такой же по размеру, как великая депрессия, и там в центральной части России, во всяком случае, не привел к массовым военным столкновениям. То есть там не то, что были какие-то большие гражданские войны, но тем не менее я могу себе представить вообще депрессию. Не, ну депрессия, в принципе, в России, она идет там более-менее с какого-нибудь там 12-го года. Не-не-не, все-таки давайте различать стагнацию и депрессию. Стагнация – это все-таки, что там чуть-чуть выросли реальные доходы, чуть-чуть упали, а так вокруг нуля. А депрессия – это действительно стало меньше еды прямо. Да-да, согласен, согласен. Ну, хорошо, да, это я не совсем. Ну, то есть сами проблемы в России, они не изменятся? То есть каких изменений фундаментальных в России не будет после того, как... Они не решатся. Я бы сказал, что они от этого не решатся. От того, что мы преодолим пандемию, долгосрочные проблемы роста не решатся сами по себе. Хорошо, ладно, мы тогда закончим с обсуждения Российской Федерации и перейдем именно к более, скажем так, обеспеченному страну, именно к Соединенным Штатам Америки. И сейчас именно ситуация связана с коронавирусом, то, что не хватает аппаратов ИВЛ. И будет ли как-то вот это все, то, что происходит сейчас в Соединенных Штатах Америки, повлияет на дальнейшую бюджет и политику США? То есть что... Потому что сейчас даже Трамп вроде планирует, я, конечно, говорю, может быть, не точно, но вроде часть военного бюджета перераспределить на медицинский. Будет ли какое-либо изменение бюджета и политики США? То есть спасибо. Я вообще хочу сказать, что, конечно, у человека, который находится в Америке, у него нет никакого преимущества в знании об Америке. То есть у вас доступ есть к точно таким же источникам информации, как и у меня. Но надо понимать, что у тех, кто долго наблюдает за Америкой, что в Америке гораздо выше уровень, гораздо больше объем информации, который все время производится и утилизуется, гораздо больше информационного шума, поэтому к нему не нужно так внимательно относиться. Все-таки дефицит аппаратов искусственной вентиляции легких – это пока что была угроза, но пока что нигде не было случая, чтобы кому-то не поставили аппарат искусственной вентиляции легких, даже наоборот. В Нью-Йорке их заготовили 140 тысяч, и сейчас в самый пик используют 20 тысяч. У нас тут в Иллинойсе тоже целые стадионы переоборудованы под госпиталя, хотя пока что количество госпитализированных в 10 раз меньше, чем возможности. То есть то, когда тут в Америке поднимается паника, что чего-то дефицит, это не значит, что еще дефицит. Это значит, что при худшем сценарии дефицит. Значит, теперь больше ответ прямо на ваш вопрос. Будет ли какое-то перераспределение бюджета? Значит, надо понимать, что здравоохранение – это 20% американской экономики. То есть вот 20% всего, что производится, это связано с медициной. Это либо услуги, либо медицинское оборудование, либо медицинское строительство. Вот все связанное с этим. Хочется спросить, куда больше. Потому что вообще и в Европе, и в Америке, куда ты не едешь, если где-то большое красивое здание огромное, то это уже все в основном больницы и госпитали. То есть на здравоохранение тратится столько денег, что даже непонятно, можно ли вообще на него истратить больше. То есть я бы вот таких принципиальных изменений не ожидал. Возможно, что в Америке будет какая-то реформа здравоохранения, потому что с последней реформы прошло 10 лет, и сейчас будет очень большое недовольство. Народ будет несчастлив тем, что произошло. Возможно, будет реформа, но увеличение количества денег, которые на здравоохранение тратятся, мне как-то трудно представить. Я только хочу сказать, что основная проблема американской медицины не в том, что она недофинансирована. То есть американцы и в абсолютных величинах, и в процентах от ВВП, если ничего не путают, тратят на медицину больше всего в мире. Больше всего, причем примерно вдвое больше, чем европейские страны. То есть она, как бы, если какая-то проблема американской медицины, это не в том, что на нее тратится мало денег. Да, но там проблема-то заключается в том, скорее, что она единственная среди всех развитых государств, да, не универсальная. И, в общем, во время пандемии это становится действительно проблемой большой. Да, есть много историй в газетах про то, как какой-нибудь в изданиях студент или какой-нибудь там чернокожий из гетто, да, они не обращались, имели тяжелые симптомы в госпиталь, потому что у них не было страховки, они не хотели попасть в... Да, но заметьте, что если бы они обратились, то их бы там лечили. То есть, как бы, жизнь довольно сложная, что американские госпитали лечат всех, кто туда приходит, даже если у них нет страховки. Это потом покрывается налогоплательщиками или спонсорами. Но это правда, что люди, у которых нет страховки, они боятся обращаться и, соответственно, не получают помощи. В том-то и дело, да, что они боятся обращаться именно потому, что часто это не налогоплательщики и не спонсоры, да, часто это, собственно, долги, которые потом приходится выплачивать. Но реально не приходится им выплачивать эти долги, но действительно это большая проблема. Ну, вот я не знаю, я единственное, что по этому поводу видел, то есть я много всего по этому поводу читал, вот я увидел от специалиста тоже, как сказал наш национальный лидер, все мы теперь вирусологи, да, и вот он тоже стал вирусологом на время, Григорий Голосов, да, политолог из Европейского университета, вот он написал такое, что, опять же, мне, как абсолютно не специалисту, кажется чем-то реалистичным. Но я вот за что купил, за то и продаю, я просто процитирую. Голосов, кстати, тоже из Петербурга, да. Не будучи специалистом, полагаю, что ключ к разгадке различия между моделями борьбы с пандемией, состояние национальной системы здравоохранения. Там, где она сильная и универсальная, Швеция и Южная Корея, массовое тестирование и точечные карантинные меры. Там, где она не универсальная США, систематически недофинансируемая в последние десятилетия Великобритании, или всегда Италия и Испания, нужен локдаун. На крайней точке этого континуума находятся, конечно, страны с практически отсутствующей Индия или полностью разваленной Россией системой здравоохранения. Тут, кроме локдауна, ничего не придумаешь. Ну, не знаю. Я думаю, что весь остаток моей жизни, точно, я надеюсь, не вашей, будут анализироваться последствия этого коронавируса. Я вот хочу сказать одну вещь. Это не только по отношению к этому кризису, это вообще на всю жизнь, когда слышите что-нибудь про США, США, это как бы есть одна вещь, которая объясняет буквально все про нее. США, она богата, как самые богатые страны мира в пересчете на человека, но при этом это единственная страна богатая, обладающая очень большим неравенством. То есть, как бы, всякий раз, когда мы сравниваем США с Германией, Швецией, буквально с любой другой богатой страной, вот есть такая странная вещь, что США богаче и в пересчете на человека богаче, но при этом есть десятки миллионов очень бедных людей. Поэтому вот это, как бы, отсутствие универсальности системы здравоохранения, это какое-то в некотором смысле следствие. Но здесь не может быть универсальной системы здравоохранения, потому что люди очень разные, очень неравенство большое. Но вот я думаю, этот кризис создаст такую, как бы, политическую, создаст новую политическую поддержку в пользу универсализации системы здравоохранения. Ну, кстати, две страны, в которых выше неравенство и одновременно выше доход, чем в США, все-таки есть. Это Сингапур и Гонконг. Ну, я имею в виду страны, а не выколотые точки. Там живет четверть от населения Калифорнии, да, по площади они. Хорошо. В связи с тем, что я по поводу неравенства, да, тоже любят об этом писать, что вот модные блогеры, они ездят по тому же Манхэттену, снимают пустые улицы. В это же время, да, метро, подземка, оно переполнено. И в где-нибудь там Бронксе, да, там улицы, в общем, совсем не пустые. То есть те люди, которые работают там в коммунальных службах, работают разносчиками, курьерами, да, и так дальше, они никуда не делись с этих улиц, они продолжают работать, и среди них очень высокая смертность, намного выше, чем... То есть если среди белых, которые живут там в, значит, престижных районах, смертность, она, ну, очень маленькая, то среди, наоборот, чернокожих, особенно, которые живут в неблагополучных районах, там смертность буквально чуть ли не в десятки раз выше, чем вот этих благополучных белых районов, да. То есть, опять же, даже вот во время эпидемии все это неравенство, оно становится особенно ярким, становится особенно заметным. В России, кстати, наоборот, скорее, да, потому что те, кто приезжал из Италии, это, скорее, наоборот, богатые люди, да, и они разносили этот коронавирус среди других богатых. Так что у нас... Я вообще, я хочу сказать, что вот мы уже далеко отвлеклись, но вообще это некоторый стереотип про черные и белые районы, потому что я бы лучше говорил про опасные и безопасные, потому что, например, вот где я сейчас нахожусь, где мы живем в Кейт-парке, это страшно интегрированный район, то есть в нем 30% белых, 30% чернокожих, 30% латиносов, да, и как бы все перемешано. И это страшно безопасный район, а в 500 метрах там черный, бедный район, и там страшно опасный район, то есть там перестрелки и все такое. И также есть много белых, белых где-то, такая проблема 21 века. То есть это стереотип, на самом деле, что если плохой район, то он обязательно черный, а если хороший, то он обязательно белый. Это немного из прошлого века, сейчас это более хитро устроено. Ты никогда не понимал, как вот в Америке соседствуют между собой буквально через дорожку вот плохие и хорошие районы? Я могу сказать, как у нас это соседствует. Наш район очень хороший и очень безопасный. Он не очень богатый, но он хороший. Здесь находится университет. Университет содержит одну из самых больших в США частных полиций, которая выполняет роль государственной полиции на этой территории. Соответственно, примерно на каждом перекрестке стоит машина, еще полицейская, и много патрульных машин. И таким образом делается безопасный район. Понятно. То есть просто машины ездят, грубо говоря, по району. Да, да. Тут нет никакого секрета. Интересно. Я просто знаю, что больница Джона Хопкинса, она находится в таком плохом, по крайней мере, как мне рассказывали, она находится в очень плохом районе. Это такой парадокс, что, наверное, самая лучшая больница или одна из самых лучших больниц на планете, да, а вокруг нее буквально такое вот геттоизирование. Но надо сказать, что это меняется. Вот, например, 30 лет назад, когда я первый раз в жизни приехал на месяц в Америку, то Гарлем в Нью-Йорке, в Манхаттеде, был грязным и опасным местом. Это прямо прилегало к району с колумбийским университетом, который, конечно, хорошее и спокойное место. Но за эти 30 лет Гарлем стал зажиточным, безопасным, чистым. То есть, изменяется. Джентрификация, все это понятно. Джентрификация, среди прочих, да. Хорошо. Вы упомянули про реформу системы здравоохранения, что она больше всего будет. И вот как вы ее вообще видите? То есть, можно ли говорить о каких-то либо уже предпринятых мерах, или которые в мере будут приняты? Ну, мне кажется, что тут крайне левая часть политического спектра, она себя какими-то бесплодными идеями занимает о переходе к европейской системе. То есть, просто когда все платят какой-то, например, стандартный налог, после этого у всех одинаковый доступ к медицине. Ну, этого, конечно, не будет. Но я думаю, что реально, что появится государственная служба страхования. То есть, то, что называется, как бы будет конкурент частным страховым компаниям государственная страховка. И, соответственно, все будут, как сейчас, обязаны покупать какую-то страховку. Она будет дешевле, и она будет немного хуже, но будет универсальной в современном смысле. Я просто единственное, что хочу сказать. Есть оценки по административным расходам в медицинских системах разных стран мира. И вот сейчас я пытаюсь найти, где у меня здесь это было. В Японии расходы в расчете на одного жителя административной медицинской системе что-то около 10 раз ниже, чем в Соединенных Штатах Америки. И опять же, это объясняется скорее не тем, что зарплата бухгалтеров в Японии в 10 раз ниже, а тем, что над всей самой медицинской системой, над врачами, над медсестрами и всем прочим вот огромная эта настройка, состоящая из страховых компаний и всего-всего-всего, что с этим связано. Ну вот я посмотрел, да, сейчас нашел такую, значит, табличку. Вот США из общих расходов на здравоохранение 8,3% приходится на административные расходы. В Японии 1,6%. Ну, с учетом того, что, скорее всего, и абсолютные расходы примерно вдвое меньше в Японии, то административные, да, видимо, они в 10 раз. Просто помню эту циферку, сейчас нашел статейку, где про это пишется. Да, и опять же, проблема с американской системой вот этого не всеобщего здравоохранения в том, что оно возможно наружить, чем всеобщее здравоохранение. По крайней мере, не так давно было исследование Ельского университета, которым утверждалось ровно это. И Берни Сандерс очень возмущался тем, что мейнстримные СМИ про это исследование не пишут. Вот, так что, скорее всего, Америка тоже обратится к этой системе всеобщего здравоохранения. Что касается России, то надо понимать, что у нас, в общем-то, тоже нету этой всеобщей страховки, потому что у нас существует как бы система ОМС, да, обязательного медицинского страхования, при этом существует множество ведомственных больниц, да, которые находятся как бы, опять же, вне этой системы, да, значит, ведомств для чиновников, для, там, работников каких-то крупных компаний, тоже РЖД, там, не знаю, существует отдельная система военной медицины и так дальше. То есть в России, в общем, нету, грубо говоря, нету вот той системы, да, всеобщей страховки, да, которая вот есть в западных странах. Россия в этом отношении, по-моему, напоминает США в каком-то смысле. Да, то же самое касается того, что если вы идете в частную клинику, то частная клиника, да, она не может взять те деньги, которые с вас взяла бы, значит, государственная клиника, и к ним еще добавить ваши деньги. То есть, грубо говоря, у вас есть выбор либо полностью лечить за свой счет зубы в частной стоматологической клинике, либо идти в государственную клинику, где вам сделают цементную пломбу, которая продержится два месяца, да, а взять государственные деньги, доплатить к ним свои и вылечиться в этой самой частной стоматологической, у вас возможности нет. Интересно, что в Норвегии, кстати, посмотрел еще дальше этот списочек, там на административные расходы вообще приходится 0,6% от общих расходов на здравоохранение. Не знаю, как у них получается, но у них получается в 14 раз меньше, чем в Соединенных Штатах. Может, это какой-то ошибка в подчетах, еще что-нибудь, но тем не менее. Вот, и в этом отношении, да, Россия, она, в общем, тоже в каком-то смысле плохо приспособлена к таким историям. А лучше всего приспособлена, ну, как мы видим, вот опять же, страны Восточной Азии, по крайней мере, в Южной Корее, пока что, ну, мы не совсем понимаем, в чем это связано, с тем, что у них хороший карантин или с тем, что у них хорошая медицина. Одно объяснение, почему Тайвань, Сингапур, Южная Корея успешно справляются с этим, с этой пандемией, это то, что за последние 20 лет они трижды объявляли карантины в связи с эпидемиями, которые зародились в Китае, но серьезно не достигли Европы, США, России, там, SARS и MERS. А, да, то же самое, они тоже готовились, вот в Ванкувере там оба раза, и они сейчас третий раз оказались хорошо подготовлены, тоже про это видел. Ну, вот это тоже ответ на вопрос, что такое, вот какая будет новая норма после кризиса, ну, вот возможно, что все так же натренируются реагировать на новые пандемии, что будут готовы к следующему, к следующей пандемии. Ну, более закрытые границы, в принципе, опять же, здесь чего-то принципиально нового нету, потому что не так давно, в общем, Европа жила без всякой шенгенской зоны, да, и стояли пограничники вдоль всех границ, и, в общем, проверяли людей, которые пересекали эти границы, так что, в общем, здесь, наверное, чего-то принципиально нового не случится. Хорошо, тогда мы закончим с основными вопросами, которые были у нас заготовлены заранее, перейдем уже к вопросам из зала, скажем так. И первый вопрос – это, как кризис повлияет на продовольственную безопасность, есть ли повод для опасений? Ну, мне кажется, что и до последних лет, до введения контрсанкций, которые сильно ударили по российскому населению, но в каком-то смысле увеличили долю продовольствия, производимого в России. До этого это не было особой угрозой продовольственной безопасности, и сейчас ее нет. То есть, мне кажется, что основная угроза, связанная с продовольствием в этот кризис, это то, что если у значительного числа людей упадут доходы, то у них не будет денег покупать продукты, а не то, что не будет продуктов. Ну, я здесь полностью согласен. То есть, Россия является отдельные годы, по крайней мере. Она была самым крупным экспортером зерна, я давно уже не смотрел, но, в общем, она выходила на первое место в мире по экспорту зерна и мясо там какое-то курятинное и дальше. Так что в этом отношении... Ну, а какие-то деликатесы в любом случае их уже еще меньше становятся в московских магазинах. В России в последние 10 лет, да, оно показывало чуть ли не самые высокие темпы прироста производительности труда вообще к сельскому хозяйству в мире. Может быть, не самые высокие, но одни из самых высоких. Понятно, почему. Потому что вот вузы, которые использовали примитивные какие-то агротехнологии, примитивную технику, они сменялись на огромные агрохолдинги, которые получали там субсидии от государства, которыми владели, как правило, приближенные к государству какие-то люди, да, значит, там такие микроолигархи и так дальше. И поведение труда в российском сельском хозяйстве она сейчас, ну, намного-намного выше, чем она была 20 лет назад, буквально в разы выше. И там проблема в том, что людям, которые живут на селе, им, в общем, особо нечего на этом селе делать, их труд не востребован, и лучше бы подумать о том, как они могут переехать в большие города, где смогут как-то реализоваться. По-моему, это более актуальная проблема. Ну, опять же, как мне кажется. Хорошо, тогда перейдем к следующему вопросу, а именно, насколько нынешний карантин поможет улучшить положение с информационными технологиями в России? Ну, я думаю, что он поможет улучшить, так же, как перелом ноги позволяет лучше управлять костылями и другими вещами. В смысле, что сейчас, конечно, огромные миллионы школьников учат десятки тысяч учителей, как пользоваться современными электронными средствами связи, онлайн-образование станет, во всяком случае, гораздо массовее. Мне кажется, что, в принципе, всем компаниям, связанным с доставкой, им от кризиса стало лучше. В этом смысле улучшения будет. Вот откуда будет ли принципиальный скачок, не знаю, но спрос на услуги всего, что связано с коммуникацией, конечно, повысился. Ну, я не знаю, что здесь еще можно добавить. В общем, единственное, что, как ни странно, Россия в этом отношении оказалась, ну, почему-то лучше подготовлена, да, чем Запад в каком-то смысле. Потому что, конечно, в России интернет той же скорости, как в США, Великобритании или Германии, да, он будет, ну, не просто в разы, а может быть, даже на порядке дешевле. То есть, когда смотришь, сколько знакомые, которые живут где-нибудь там, не знаю, в Западной Европе или в США платят за интернет, конечно, просто глаза залезут на лоб. Это страшные деньги, да, и, значит, не так давно, собственно, осенью прошлого года Mouth & Consulting Group, она писала о русском чуде, буквально они так и называли, Russian Dirge, да, значит, на рынке этих самых карточек. Да, у нас объем операций, значит, без использования наличных денег с 2010 года по 2018 вырос в 30 раз. Поэтому, ну, вот в некотором смысле Россия здесь лучше готова, да, почему? Потому что она способна перепрыгнуть через те этапы, которые другие страны проходили долго и мучительно, да. То есть, в России никогда не было тех же самых чеков, которые есть в Соединенных Штатах, поэтому русские сразу перешли от наличных денег к карточкам, да, и сейчас уже к, значит, расплате по телефону и так дальше. Вот, так что в этом смысле, да, у России, ну, это вот преимущество отсталости, да, про которое писал еще Гершин Крон, в общем, первый такой специалист, который занимался вопросами того, как развивающиеся страны догоняют развитые, да. В каком-то смысле у отсталых стран есть преимущество перед развитыми, потому что им не нужно проходить все этапы, им не нужно отказываться от долгой и мучительно от тех технологий, которые, значит, на предыдущем этапе использовались, они сразу могут перепрыгнуть через несколько этапов, что называется, в будущее, да. В этом отношении какая-нибудь Кения показательна, очень бедная страна, где уже много лет почти все расчеты перешли в телефон мобильный, да, где мобильный банкинг, это, в общем, то, что есть буквально у всех. Вот, при том, что очень бедная страна. Или, скажем, в Китае, да, где тоже расчеты в наличных, они становятся все более и более редкими. Так что в этом отношении у России есть некоторые преимущества. Что касается всего остального, ну, не знаю, я вот немножко-немножко-немножко готовлю ребят к этой Олимпиаде по экономике. Ну, я, честно говоря, особая разница в занятии в классе. Ну, единственное, что, конечно, неудобно, когда нельзя просто рукой рисовать на доске, ну, не рукой, значит, маркером и так дальше. Это как-то немножечко смущает, а так, в принципе, никакой принципиальной разницы между занятиями из дома и занятиями там где-нибудь в классе я, честно говоря, не особо вижу. Вот, так что, наверное, в этом отношении нам даже повезло, потому что мы такие отсталые, что мы сразу перепрыгнем через несколько этапов, и, может быть, это было бы дало нам большое преимущество, если бы мы не были такими отсталыми во всех остальных отношениях, в отношении институтов, в отношении, понятно, коррупции и всего. Вообще, если смотреть на рейтинги, скажем, там, технической грамотности, то Россия оказывается чуть ли не на первых позициях в мире, там есть всякие оценки, да, которые проверяют, например, техническую грамотность уже у взрослых людей. И, в принципе, Россия, они оказываются чуть ли не мировыми лидерами, да, ну, понятно, чуть ли не. Но, по крайней мере, там обгоняют большинство стран Европы. И это тоже приятно, то есть, в общем-то, мы не какая-то страна, ну, какая-нибудь африканская страна, да, в которой эти все... Хотя, опять же, та же Кения, да, спокойно использует мобильные банки. Хорошо, давайте тогда перейдем к следующему вопросу, конечно. Ответ у него уже прозвучал частично, а именно, какие сроки вы отводите для восстановления отрасли экономики наиболее пострадавших от коронавируса? Я думаю, что восстановление начнется сразу после прекращения карантина и займет несколько месяцев, ну, там, может, до двух-трех лет. Ну, опять же, здесь главная проблема заключается в том, что могут разорваться технологические цепочки, которые потом очень сложно восстанавливать. Те же французы, да, они сейчас думают о частичном снятии карантина. Почему? Одна из главных причин в том, что уничтожаются те технические цепочки, которые потом уже в высококонкурентном мире практически невозможно восстановить. Говорят, какой-нибудь, да, вы его восстановите, оно появится на том же месте, может быть, с другим названием, с другим владельцем и так дальше. Ну, какое-нибудь производство, я не знаю, каких-нибудь лазеров, что-нибудь еще очень высокотехнологичного. Насколько стран участвуют в производстве, например, Boeing или iPhone, это же десятки государств, два, каждый из которых производит какую-то уникальную деталь, какой-то уникальный элемент, да, и просто это производство этого уникального элемента, оно утечет куда-нибудь, опять же, в Китай, в Японию, в Тайвань, в ту же Южную Корею. Да, и здесь в этом-то, собственно, главная проблема, что некоторые отрасли, если карантин очень долго продлится, они, в принципе, могут не восстановиться, потому что, опять же, конкуренция вот на этом рынке, она окажется слишком высокая. Какие-то восстановятся, очевидно, очень быстро, то есть, то же самое общественное питание, вряд ли оно ему потребуется там долгие годы на восстановление. Ну и, собственно, вот те же французы, да, у которых экономика, с одной стороны, в ней очень много высокотехнологичных производств, но, с другой стороны, она не очень конкурентная, она не очень приспособлена к изменениям, к подстраиванию под какие-то новые условия, она сейчас, французы пытаются снять, по крайней мере, частично карантин, вот аргументируя это ровно этим, тем, что мы сейчас уйдем с рынка, а вернуться нам на этот рынок уже просто не дадут, его займут уже другие-другие компании, другие производители и тому подобное. Так что, в общем, здесь вопрос такой. Кто-то, может быть, вообще даже не вернется. Кто-то вернется. Хорошо. Давай-то перейдем еще к следующему вопросу, а именно какие прогнозы относительно колебаний валютного курса в РФ? Будет колебаться, потому что надо помнить, что колебания валютного курса защищают нас от более высокой безработицы, они защищают от потрясений в реальной экономике, но обменный курс сильно зависит от цен на нефть, от того, на что Россия, как я считаю, повлиять никаким образом не может, соответственно, надо привыкнуть к тому, что он будет колебаться. Только не пробуйте на нем играть, это всегда вредно. Я единственное, что скажу, у нас Центральный банк с 2013 года отказался полностью от контроля за валютным курсом и перешел к таргетированию инфляции, что, в общем, понятно и, наверное, справедливо. Хотя сам по себе вопрос, нужно ли таргетировать инфляцию, он большой, отдельный и важный, но, в общем, это то, чем занимаются Центральные банки в большинстве стран мира, за важным исключением, например, Соединенных Штатов. В Федеральной резервной системе нет единственной задачи только удерживать инфляцию в каком-то определенном коридоре или у какого-то определенного значения. Но в большинстве развитых стран мира действительно все чаще и чаще приходят к таргетированию инфляции, и Россия, в общем, здесь, что называется, в тренде, и Центральный банк, он не должен заботиться о валютном курсе. Этого просто нет в его мандате, грубо говоря, в его полномочиях. Поэтому колебания могут быть какими угодно, опять же, но, как мне кажется, повторение 2014 года, когда у нас за считанные месяцы курс прошел славный путь от 30 до 100, у нас сегодня не будет, просто потому что рынок уже приспособился к тому, что может быть всякое, и, в принципе, российская экономика, она плюс-минус готова к таким вызовам, у нас не будет нового 98-го года, но более-менее все, мне кажется, это понимают, по крайней мере, такое мое ощущение. Поэтому колебания-то, конечно, будут, но они, конечно, уже никогда не будут, по крайней мере, в обозримом каком-то ближайшем будущем, они уже никогда не будут такими, как они были в 2014 году, когда в ответ на всевозможные кризисы у нас случилась катастрофа, особенно в декабре. 2014 года. Ну и кроме того, да, опять же, еще один момент, что если мы вспомним ту историю в том же самом декабре 2014 года, когда курс скакнул что-то вроде бы на 20 рублей за доллар, буквально за день или два, я уже сейчас не помню подробности, честно говоря, но, в общем, наверное, все, кто этим интересовался, знают, что вот был такой огромный скачок курса, такого уже не может быть, потому что вряд ли, Игорь Сечину дадут возможность в очередной раз провернуть такую, потому что это уже невозможно, потому что когда человек каждый раз буквально устраивает очередную экономическую катастрофу для страны, когда это происходит второй, третий, четвертый, пятый раз, мне кажется, что все-таки наш режим, он не настолько глуп, чтобы позволять это делать до бесконечности. Все-таки кажется, ну и сам Игорь Сечин, по-моему, все-таки не настолько глупый человек, чтобы не понимать, что как-то нужно уже залечь на дно. То есть, ну вот единственное, что я могу сказать, это возвращаясь опять же к колонке Константина Исаковича, который сняли с ведомостей, из-за чего случились всякие скандалы интересные. Так. Хорошо, давайте тогда перейдем к следующему вопросу, а именно на волне уже наметившегося спада, многие страны могут отменить карантинные меры раньше, чем следовало бы, надежде обогнать всех в восстановлении экономики. Насколько это опасно и может ли это привести ко второй волне распространения вируса? Опасно и может привести, к сожалению, многим правительствам и местным властям приходится опираться на очень грубые и очень неточные модели, на основе которых они открывают экономику, при этом они сталкиваются с большим политическим давлением. Многие люди по всему миру требуют, чтобы экономику открыли. Я думаю, что будут такие случаи, что где-то откроют, снимут карантин, начнет быстро расти количество заболеваний, карантин придется вводить снова. Но тут единственное, что могут делать, местные власти, смотреть на другие страны, изучать опыт и к этому аккуратно относиться к принимаемым решениям. Ну, я не знаю просто, что здесь сказать, возможно ли вторая волна. Ну, конечно, возможно. Мы пока, опять же, вообще ничего не знаем про этот вирус, про то, как долго он продлится, действительно ли он будет с нами. Есть такая история про эпидемию. Я каждый раз говорю, не знаю, что еще могу добавить, а потом придумываю, что я могу добавить. У меня постоянно какие-то идеи возникают. В Исландии в 1948 году началась очень странная эпидемия, которой охватило один конкретный город. Она какое-то время в этом городе просуществовала и исчезла. Сейчас я даже найду, как она называется. Значит, потом, через 20 лет, она объявилась в Техасе. Где Исландия, где Техас. То есть, чем они между собой связаны. То есть, больше она нигде не проявлялась, эта эпидемия. Вот, потом она же проявилась, вот эта же самая эпидемия, еще где-то вообще на другой стороне света. Сейчас уже не помню. И никто не понимает, да, что это. Да, называется эпидемия Акюрери. По названию маленького исландского городка, где она началась. Вот вспышки диковинной болезни начали возникать в Луисвилле, штат Кентуккия, в Сьюарде, Аляска, в Питтсвилде и Уильям Штауне, Массачусетс. На маленькой ферме Долстон, на самом севере Англии. Всего за 50-е годы было зарегистрировано 10 вспышек в США и 3 в Европе. И никто не понимает, откуда этот вирус пришел, куда он исчез, потому что он исчез, в конце концов, полностью и окончательно больше он нигде, по крайней мере, его не фиксировали. Да, значит, что связывало вот эти фермы, да, из-за чего появлялся этот вирус и так далее. Этого до сих пор никто не знает. То же самое касается, понятное дело, что в 60-е годы возможности там медицинской отрасли были намного более ограничены, но тем не менее, да, в принципе, мы очень мало чего знаем об эпидемиях, о вирусах. Вот, значит, вот, например, с 1485 по 1551 год Британию неоднократно атаковала ужасающая болезнь, которую назвали потливой горячкой. Потом она внезапно исчезла, а через 200 лет спустя очень похожее заболевание, пикардийский пот, появилось во Франции. То есть, короче говоря, да, мы очень мало чего вообще знаем об эпидемиях, о коронавирусе, который тут летует всего несколько месяцев, мы знаем еще меньше. Уже есть там данные о том, что люди повторно им заражаются, то есть, получается, это что-то вроде такого то ли герпеса, то ли еще чего-то, да, который долгое время спокойно себе живет, но в каких-то ситуациях может снова проявиться. Поэтому ничего сейчас заранее об этом говорить нельзя, но, с другой стороны, в общем, человечество привыкло жить и с гриппом, и с герпесом, и даже со спидом, который, в общем, поопаснее, чем коронавирус. Поэтому ничего, конечно, катастрофического в этом отношении не будет, даже если не получится создать вакцину, а есть некоторые сомнения по поводу того, что вообще получится создать вакцину. То есть, пытали в 2003 году после эпидемии, кажется, атипичной пневмонии создать вакцину, и там получилось, что ее-то создать можно, но она все равно атакует легкие, и человек все равно очень тяжело переносит саму вакцинацию. То есть, там вакцинация немногим лучше, чем заболеть непосредственно самим вирусом. Поэтому, в общем, разработку прекратили. Возможно, что с этим коронавирусом случится то же самое. Сейчас как-то определенно говорить о том, возможно, вторая эпидемия, может, третья, может, четвертая, может, каждый год будет теперь эта эпидемия. Что с этим делать? Ну, в общем, пока что бессмысленно как-то это прогнозировать. Хорошо. В тему этого же вопроса. Чем, на ваш взгляд, закончится эксперимент в Швеции и Беларуси, который не вводит больших ограничений? Ну, я думаю, что в Швеции он закончится отставками тех, кто ратовал за минимальные ограничения, потому что уже сейчас понятно, что результаты оказались гораздо менее успешными, чем в соседних, похожих на Швецию, странах. Погибло в 10 раз больше людей. Цифры в абсолютном... В абсолютные значения небольшие. Это всего лишь там полторы тысячи человек. Но это гораздо больше, чем в соседних Норвегии или Дании. В Беларуси, я думаю, что как коронавируса не было, так и не будет. И просто большее число людей, чем обычный год, умрет от простуды и сердечных приступов. А результаты борьбы с коронавирусом окажутся стопроцентно успешными. Ну, опять же, да, то есть если действительно смертность, точнее летальность коронавируса там 0,37%, и если она еще дальше понизится за счет того, что, ну, во-первых, как бы это печально не звучало, но те, кто находятся в наибольшей группе риска, они просто умрут. Ну, просто люди, у которых там тяжелые сопутствующие заболевания, они просто умрут, да, и, собственно, после этого, естественно, если придет вторая волна, то, конечно, летальность будет уже намного ниже. Ну, во-вторых, будем надеяться, что какие-то средства борьбы, они все-таки изобретаются, создаются там какое-то противомалерийное лекарство, какие-то, оказывается, что хорошо работает вакцина против туберкулеза, да, вакцинация против туберкулеза, вот это ПЦЖ, и так дальше. То есть, скорее всего, просто эта смертность, летальность, точнее, будет в будущем намного меньше. И сейчас, насколько я понимаю, главная проблема с коронавирусом, ну, вот, по крайней мере, из того, что я вижу, читаю, не столько в том, что он, в принципе, убивает людей, он все равно убьет много людей, то есть полностью избежать того, чтобы люди заболевали коронавирусом невозможно, а в том, чтобы избежать чрезмерно большой нагрузки на медицинскую систему. Из-за этого такая высокая смертность, в том числе потому, что люди другие, да, которые тоже требуют, которые тоже требуются помощь, они не могут лечь на тот же аппарат ИВЛ и так далее. Да, опять же, если по результатам всей этой истории просто будет создано элементарно больше места в интенсивной терапии, что, конечно, дорого, один аппарат ИВЛ, это дорого, но, в принципе, ничего невозможного в этом нету. Тем более в развитых странах и даже в России. Опять же, Россия, ну, по крайней мере, если смотреть на ее резервы, на ее, значит, какие-то запасы, это, в общем, богатая страна в этом отношении. В общем, ничего страшного, чтобы потратить, там, не знаю, 50 миллиардов долларов на создание мест в интенсивной терапии для России, в общем, нету. То в будущем, видимо, ну, просто, да, будет высшая смертность, тянется продолжительной жизни, но объявлять карантин будет просто бессмысленно, потому что люди все равно будут болеть, да, точно так же, как бессмысленно объявлять всеобщий карантин, если люди, значит, заболели гриппом, например. То есть, опять же, как я понимаю, сейчас причина карантина, она не столько эпидемиологическая, никто не надеется полностью, значит, ограничить распространение карантина, видимо, это даже невозможно. Сейчас приходят новые данные из Китая, там очень забавно, в общем, более-менее понятно, что Китай свою статистику подделывал. Они прислали новые сведения о том, сколько было погибших в Ухане, обновили сведения, и новая цифра, она ровно на 50% больше, чем старая. То есть, понятное дело, что никакого отношения к реальности это не имеет. Это примерно то же самое, что китайская статистика по безработице. Если вы посмотрите на китайскую статистику по безработице, у них всегда 4,2%. Это вот просто на всей Испании солнечное небо, да, вот здесь вот то же самое. У них всегда 4,2%. То есть, понятное дело, что эта цифра, она имеет, примерно, такое же отношение к реальности, как, я не знаю, как у меня вот был недавно, купил в букинистическом магазине сталинский 52-го года сборник экономической статистики. Ну вот там, например, такие же сказки, как и в китайской статистике безработице. Да, и там, в общем, уже понятно, что в Ухане была совсем другая смертность. И какая именно она, мы не знаем, потому что то, что рассказывают китайцы, это почти наверняка просто-напросто поделка элементарная. И сейчас они закрывают, уже закрыли на карантин соседнюю провинцию рядом с, забыл, как называется, провинцией, где находится Ухань, вылетел из головы, но не суть важна. И, в общем, понятно, что даже Китаю с его, в общем, тоталитарным режимом, там, неототалитарным режимом, каким угодно, не удалось полностью остановить распространение этой заразы. Но чего ж тут надеяться на страны, в которых есть там права человека, демократия, или хотя бы просто не такие эффективные, да, авторитарные режимы, как, например, у нас в России. Вот, так что в любом случае люди будут этим болеть, люди в любом случае будут от этого умирать. А сейчас проблема в том, что просто не хватает мест в интенсивной терапии. Это решаемая проблема, которую просто можно ликвидировать, построив новые больницы элементарные, поставив в них новое оборудование и обучив врачей, которые в обычное время работают там, донтистами, например, да, работать в интенсивной терапии. В общем, ничего особо нерешаемого, ничего особо катастрофического, что угрожало бы там человеческой цивилизации, в общем, в этом отношении нет. Как известно, мы и печенегов победили, и половцев, и, в общем, наверное, и местам интенсивной терапии тоже победить удастся. Да. Хорошо, тогда перейдем к последнему вопросу. Тут автор даже сразу извиняет за свой дилетантский вопрос. Он просит объяснить, как государство может использовать резервы Центрального банка для поддержки экономики. Если государство им может взять УЦБ в долг, какие средства для поддержки экономики существуют? Ну, я не знаю. Нет, ну, на самом деле, технически это можно сделать очень легко, просто, ну, как правительство возьмет беспроцентный долг у Центробанка, вот и все. С каким-нибудь там бесконечным сроком. То есть, опять же, в условиях России, в общем, сделать это нет никакой проблемы. Да, то есть, перекачать деньги из Центробанка куда-нибудь в федеральное казначейство, ну, слушайте, для этого нужно просто отдать приказ, и все это будет сделано. В тех же самых США такое сделать практически невозможно, но так в США просто нету у ФРС никаких золотовалетных резервов. У США есть золотой запас, который лежит в Форт-Ноксе, и, в общем, оттуда никуда не уходит. Я думаю, что вопрос, я думаю, что вопрос, это такой, как бы, классический вопрос, это что значит истратить, что значит истратить золотовалетные резервы, потому что правительство-то или Центробанк тратит рубли, а золотые валютные резервы остаются лежать в Центробанке. Ну, понятно. Ну, по крайней мере, ну, смотрите, хорошо, да, то есть, понятно, что если мы просто потратим эти деньги, то мы элементарно просто разгоним инфляцию, да, в этом смысле. Но, как бы, принципиальная вещь, что вот если мы тратим, решило правительство потратить триллион рублей, это не все равно тратить их просто так, нарисовав их, или потратить триллион рублей, когда у нас лежит 15 миллиардов долларов в Центробанке. Потому что тогда, когда мы тратим этот триллион рублей, то по-прежнему лежат 15 миллиардов, которые мы можем за них продать. Соответственно, этот напечатанный триллион, он, этот выданный в экономику триллион, не вызывает инфляции. А если бы золотовалютных резервов при этом не было, а мы бы напечатали точно такой же триллион, точно так же бы потратили, это вызвало бы инфляцию, соответственно, наш триллион потратился бы не так хорошо. То есть, валютные резервы, они тратятся физически в этом смысле, что мы выпускаем бумажки, на которые есть обязательства, как минимум теоретическое, что доллары будут за них проданы. Я, наверное, поправлюсь. То, что у нас суммарно, если посчитать все эти кубышки, составляют много сотен миллиардов долларов, это не в том смысле, что мы можем сейчас просто их вкинуть в экономику, каждому раздать по сколько-то тысяч рублей. Да, речь идет именно о том, что у нас просто достаточно много денег, чтобы, грубо говоря, обеспечить макроэкономическую стабильность, даже в условиях, если государство будет значительно более щедрым в плане стимулирования экономики. Ну, вот, наверное, так оно будет более корректно. Так можно сказать, да. Ну, да, вот так, наверное, будет более корректно. Да, то есть, речь не о том, что мы сейчас можем просто или должны всем просто раздать то количество рублей, которое получится, если перевести все доллары в рубли. И в этом случае, понятно, ничего хорошего не будет, просто рубль станет в трое дешевле и все. Да. Следующий вопрос. Возможно ли в теории вывести из игры американский сланцевиков путем проведения акций? Мы уже говорили про это, невозможно. Невозможно? Все, хорошо. Нет, нельзя. У меня в Фейсбуке, я даже выложил специально один слайд, нарисовал один график, спрос, предложение и альтернативные сценарии. И видно, что таким образом невозможно вывести, невозможно вывести. Вы как бы снижаете цены, они перестают работать. Когда цена повышается, они снова включаются. И, соответственно, вы их можете вывести из игры только на тот период, когда цены как бы заведомо низкие. То есть невозможно сделать одновременно и вывести их из игры, и иметь высокие цены. И это, мне кажется, то, что в ловинге тех, кто думает про игру, которая выведет сланцевую нефть, вот эта ошибка им кажется, что можно одновременно сначала вывести, а потом вдруг повысить цену. Но нет, потому что в тот момент, когда повысят цену, они снова появятся. Короче говоря, то есть вывести это можно запросто, просто установить цену навсегда на 20 долларов. И в этом случае они действительно выведутся из игры навсегда. Но хотим ли мы жить в мире, в котором нефть будет стоить 20 долларов, и затевается ли это все ради этого. В конце концов, в американской экономике низкие цены на нефть в целом скорее выгодны, чем высокие цены на нефть. Другое дело, что это невыгодно техасским нефтепроизводителям, которым через несколько месяцев нефтяникам выбирать Трампа. И Техас это один из штатов, где в принципе при определенных условиях могут выиграть демократы. Потому что в техасских городах очень высокая поддержка демократов. Благодаря тому, что туда переезжают в частности мигранты, потому что там очень динамичная экономика, туда переезжают мигранты со всего мира, которые голосуют за демократов. И если у Трампа не будет массовой поддержки со стороны тех же самых нефтяников, то вполне возможно, что он Техас проиграет. А в этом случае он естественно проиграет президентские выборы. То есть здесь ему не поможет уже вообще ничего. Ни ржавый пояс, ни Флорида. Это будет почти гарантированное поражение в президентской гонке. Поэтому Трампу, конечно, низкие цены на нефть на долгое время. Это для него очень обидно, очень опасно. И достаточно вспомнить, кого он назначил своим первым госсекретарем, чтобы понять, какую роль играет нефтяное лобби в его правительстве, в его политике и так дальше. Следующий вопрос. Какие перспективы у мировой экономики, если вирус станет активно распространяться по Африке? Как скажется на мировой экономике распространение вируса по Африке? Тогда в Африке умрет много людей. Собственно, мало сомнений, что он там распространится, что они умрут. И мы узнаем о том, что там произошло только из наиболее развитых африканских стран, а из других мы, может, вообще ничего не узнаем. Поэтому на мировой экономике это не скажется. Ну, единственное, на чем это может сказаться, это на электронике, потому что там добываются всякие редкоземельные литии. Добываются всякие металлы, которые необходимы в производстве электроники в той же самой Центральной Африке. А больше, в общем, роль Африки в мировой экономике, она стремится к мировой экономике. Ну, единственное, что если в результате всего этого случится, например, там новая гражданская война в Нигерии или в Анголе, то опять же с рынка уйдет очень много нефти. Ну, в общем, очень много. Ну, в принципе, да, очень много, и это может, опять же, поднять цену на нефть. Ну, в общем, это, наверное, единственное, что вообще здесь играет какую-то роль. Так-то, в принципе, Африка на мировом рынке – это почти исключительно поставщик природных ресурсов. И, в общем, вот, разве что нефтянка и производство электроники как-то могут зависеть от того, что происходит в Африке. Больше, по-моему, ничего особо там нету такого интересного. Ну, советский канал еще есть, но это не совсем уже Африка, наверное. Хорошо, тогда мы будем уже, наверное, заканчивать. И перед завершением я бы хотел спросить, есть ли у вас друг к другу вопросы? Собо нету. Мне кажется, мы вполне были вовлечены в такую естественную дискуссию по ходу дела, так что... Ну, я не согласен совершенно по поводу ОПЕК+, но это отдельная большая... Да-да, но позиции обозначены во всяком случае. Ну, понятно, да, то есть я как-то не особо верю, но ладно, ну, это как бы отдельная тема, да, отдельная тема. Ну, хорошо, тогда можно заканчивать. Я бы хотел со всеми попрощаться, была очень интересная дискуссия, и я хочу сказать большое спасибо нашим гостям за такую интересную беседу. И хочу со всеми попрощаться, сказать всем пока. Берегите своих близких, особенно такой период, период эпидемии коронавируса, и не грустите самоизоляции. Всем до скорых встреч. Спасибо. Спасибо. До свидания, товарищи. Спасибо.